и всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine ну а перед началом нового ролика хотелось бы как обычно поблагодарить всех наших донатеров канала за вашу финансовую помощь в развитии спасибо друзья и так сегодня наша серия собственно как вы могли уже узнать из названия данного видео да мы с вами попробуем неким образом не то чтобы троформировать но придать красивые виды с помощью модов и steam мастерской а красивые виды планетам собственно я уже здесь одну нашел интересную планету ну более-менее подходящую сравнимо с нашей планеты земля более-менее где есть атмосфера есть собственно кислород а вот и в общем сейчас мы здесь с вами посадим много много различных интересных деревьев кстати можно также с помощью одного мода ссылочки будут все в описании помощью одного мода мы также накидаем на эту планету и травы и да 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 так ну смотрите насколько здесь уже фантастический вид но ночью диффузная туманность прямо таки так словно как будто какой-то супер известный художник накидал волшебными красками на ночное небо и придал этому еще большую какую-то фантастичную атмосферу я нашел здесь такой небольшой каньон здесь с этого места будет хорошо просматриваться закат звезды и также восход неподалеку то есть нам надо будет подниматься чуть повыше по холму и будем смотреть восход на фоне растительности ну что же поехали давайте представим что на данную планету эта планета очень достаточно далеко тысячах световых лет находится от нашей планеты земля представим что на данную планету человечество все-таки удалось каким-то образом через некоторое время перелететь так сказать они отправились в огромное путешествие так давайте с помощью одного мода под названием сейчас я вам покажу под названием the martian nasa марк вот не собственно мы кстати эти моды в каких-то уже сериях по space engine на канале с вами рассматривали марк вот не где он только не был и на марсе путешествовал и в наших видео где-то на каких-то других планетах он был ну давайте представим что это обычный какой-то человек астронавт который самый первый прилетел на какую-то непонятную планету где возможно есть жизнь так запускаем время он у нас спокойно опускается на поверхность видели как он спокойно да так присел а привстал так ну что же не хватает не хватает какой-то атмосферы нам не хватает деревьев растительности да конечно было бы шикарно если бы там еще бы текла на фоне река здесь есть в этом в этом моде одном из них вода но к сожалению она лин спавнится в небе и улетает в открытый космос собственно как-то вот так не знаю почему так давайте поставим здесь где-нибудь неподалеку от нашего астронавта марка будни на в заднем плане на заднем плане накидаем несколько деревьев три лайфс вот это достаточно такие интересные деревья но спавнится они опять же это собственно деревья скажу растительность прямо таки из земли сосны елем березки различные есть еще у нас такие вот какие-то инопланетные деревья их можно также здесь накидать сзади на фоне давайте побольше накидаем есть еще волшебные грибочки которые также можно кинуть на фоне так давайте прожмем время и собственно мы их с вами увидим а вот такая интересная инопланетная растительность инопланетные грибы мы кстати тоже где-то рассматривали в каком-то из наших видео так посмотрим на задний фон не хватает не хватает конечно деревьев не хватает деревьев и попробуем кстати с вами сегодня рассмотреть фантастические виды фантастические виды на данной планете ночью днем особенно на фоне травы и деревьев это блин будет смотреться очень круто так что как говорится давно уже не хватает space engine да что разработчик нам не завозит пока что да вот есть растительность обратите внимание это трава помнится она такими какими-то непонятными газонами но если заселить огромные квадратные километры данной растительности и включить время то будет очень круто смотреться так трава где она у нас вот она так время есть время у нас идет даже уже вот так если смотреть как бы на фоне растительности уже даже глядя какую-то бескрайнюю часть долины на этой планеты очень здорово смотрится промотаем время ускорим давайте посмотрим как это все может уже изобилие будет выглядеть это пока только на только начало мы сейчас накидаем сюда растительности представляете это space engine насколько бы было бы круто если бы в space engine на каких-нибудь планетах прорисовывалась та самая растительность конечно этого заняло огромное количество гигабайт на ваших русских дисках не знаю да вот примерно вот как то так так стоп я хочу остановить время ну и конечно же это эти моды в особенности когда вы ой как трава лежит непонятно понятно надо ложить ее класть вернее на ровную поверхность собственно когда вы добавляете кучу модов кучу травы именно травы не деревьев то ваш пока ну не знаю допустим у меня начинает очень проседать fps связано ли это как-то с моей системой не знаю но система начинает очень загружаться так построим давайте деревья давайте наши обычные земные наши обычные земные деревья накидаем так вот так чуть-чуть время я замедлил побольше растительности так травам песни цена трава трава у дома марка вот не так давайте прямо ему сюда накинем травы вот так великолепно отлично и где-нибудь еще может быть вот здесь здесь посмотрим что у нас получилось вернемся к нашему марку вот не так марк как у тебя здесь дела все хорошо все прекрасно до чувствую себя прям как на планете земля так трава нам я хотел вот сюда поближе и и бы кинуть вот так наверное вот собственно да как видите fps начинает проседать ой 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 бедный марк смотрит на праву которая взлетает в открытый космос давайте попробуем сейчас удалить сначала так нам не нужно вот эта растительность мы ее уничтожим и уничтожим вот эту траву вот отлично хорошо пускай вот будет так либо можно вообще конечно марка вот не самого марка вот не поместить так где у нас более-менее растительность вот здесь на фоне травки вот здесь его поставим а да сзади накидаем различных деревьев да можно так принципе и сделать так поставим нашего нового марка где он у нас так мартиан носа и марк вот ним собственно вот так стоит здесь марк отлично ну вот теперь он более таком лучшем комфорте себя чувствует и даже здесь отсюда вид намного лучше потрясающе даже открывается скажем вам так мешает некоторая растительность первого марка можно удалить так грас ван грасту грас 1 уничтожим потому что у нас начинается серьезная проблемка с прогрузкой так вот вроде более-менее все плавненько фпс нормализовался ну вот здесь день будь накидаем давайте деревьев из березовой рощи он у нас будет наблюдать так ох я же совсем забыл еще знаете про что так про камни ко мне можно накидать какие-нибудь камушки здесь у нас же есть в данном моде различные камни до луны интересные так рук он и вот так сюда камень ну а теперь накидаем деревьев построить жмем отличный фон здесь будет для марка ох он будет доволен так ну что же я думаю что пора приступать наверное потихонечку к развертыванию финальной части так хочется посмотреть как отсюда какие виды примерно хотя бы открываются ну здесь собственно пустошь как я могу понять пустынная субтера да здесь особо ничего нету но мы немножко ее оживили терра формировали вот прекрасно вот уже намного лучше так все таки на задний фон наверное я накидаю еще знаете растительности так запал там можно да вот таких деревьев у нас больше всего приближенные уже деревья к осени вернее марсианской я хотел какой-нибудь вот такой еще растительности добавить отлично вот так вот уже круто уже прекрасно хороший вид особенно на ночном ночным-то небом на ночной фон сейчас посмотрим короче говоря так что ж я предлагаю посмотрите какое великолепие какое изобилие предлагаю сейчас уже запускать время и посмотреть какие шикарные красивые виды здесь откроются так подождите мне нужно сделать обязательно скрин вот так отлично этот скрин кстати вы могли наблюдать на превьюшечки ну что же давайте начнем открывать для себя фантастические виды закат звезды на данной планете представьте что вы тысячах световых лет от планеты и земля две луны и кстати вот она та самая диффузная туманность мне кажется марк очень доволен и он уже не хочет отсюда улетать на марсе было не такое изобилие всех красок не было растительности и всего лишь на ночном небе ты мог наблюдать какой-нибудь фобос и дэймос как же это все круто выглядит я хочу посмотреть вот с этой стороны слева вот так вот марк у нас постоит справа вот шикарнейший вид просто прекрасно кстати у данной планеты 9 лун и все 9 лун мы можем но как я вообще проверял чекал 9 лун мы можем наблюдать течение суток нам есть и ближайшие вот такие астероиды посмотрите интересно сколько до него расстояния я уже не успею к сожалению нажать на него но он летает на околоземной орбите ух вот эта красота вот это невероятно вот это шикарнейший вид представляете если бы на земле мы бы могли бы наблюдать какую-нибудь ближайшую к нам туманность если бы туманность была бы так близко расположена мне кажется что любой землянин бы не отводил своего взгляда всю ночь от ночного неба своего балкона с окна ты бы стоял бы наблюдал бы на все это изобилие кстати а галактика андромеда прошу заметить немножко можно ускорить время восход восход звезды будет вот с той стороны магеллановые облака так давайте нажмем паузу прекрасный прекрасный такой фон открывается на эту долину на планете давайте вот здесь наверно немножко замедлим не посмотрим на восход видимо кстати уже а также еще две планеты в данной звездной системе смотрите как играют краски до когда они проходят сквозь листву деревьев невероятно какой можно увидеть только реально в симуляторе space engine ну что же нашему марку пора улетать с данной планеты если вам понравилось данный ролик обязательно жмите пальчик вверх подписка на канал колокольчик и помните друзья что космос и вселенная бесконечны и мы только начинаем свое путешествие в нем всем пока новых открытий пока пока пока